Сказка братьев Гримм, храбрый портняшка. Жарким летним днем сидел один портняшка, скрестив ноги на своем столе у окошка. Он был в очень хорошем настроении и работал иглой, что было мочи. А тут как раз случилось, что шла баба по улице и выкрикивала. Сливовое варенье, сливовое варенье! Этот крик портняшке очень понравился. Он высунулся в окошко и тоже крикнул. Ступай сюда, тетка! Тут есть на твой товар покупатель! Поднялась баба по высокой лестнице со своим тяжелым коробом к портняшке в коморку и выставила перед ним горшки с вареньем. Он их все осмотрел, все понюхал и сказал наконец, «Кажись, хороша штука! А ну-ка, тетка, отмерь мне этого добра!» С полгоршочка. Торговка, которая надеялась продать здесь почти весь свой товар, отвесила ему малую толику и вышла очень недовольная с варчанием. «Ну вот теперь мы это съедим и силы подкрепим!» весело воскликнул портняшка, достал хлеб из шкафа, отрезал себе ломоть во весь каравай и намазал на него варенье. «Это будет на вкус недурно!» – сказал он. «Да вот я только дошью сначала жилет, а потом уж и примусь заломоть!» Положил он лакомый кусок рядом с собой и принялся за работу, но очень торопился и делал стежки все больше и больше. А между тем на запах варенья слетелись мухи, которых развелось в коморке у портного великое множество. «Эге! Вас кто сюда звал?» – рассердился портняшка и принялся отгонять непрошенных гостей. Но мухи слушать ничего не желали и слетались к куску отовсюду. Тут уж портняшка не вытерпел, ухватил он тряпицу. «Да как! Хватит ею поносевшим мухам!» Семь мух насмерть убил. «Где сидели, там и полегли!» «Вот каков я храбрец!» – сказал он и сам подивился своей удачей. «Об этом весь город должен узнать!» И он тут же выкроил себе широкий пояс, шил его и на нем большими буквами вышел. Одним махом семерых побивахом. «Да что мне город! Пусть весь свет о моем подвиге знает!» – подумал портняшка, и сердце его затрепетало. Опоясался портняшка новым поясом и задумал побродить по белу свету, потому что коморка показалась ему слишком тесной для его удали. Стал он искать, чтобы ему взять с собой в дорогу, но ничего не нашел, кроме творожного сыра, который и сунул на всякий случай в карман. Около ворот он увидел птицу, запутавшуюся в кустарнике, и ту сунул в карман. А затем отправился в путь, и так как был проворен и на ногу легок, то шел в себе и шел без устали. Дорога привела его к горе, и когда он достиг ее вершины, то увидел там великана. Он сидел да посматривал кругом. Портняшка смело подошел к нему и сказал, «Здорово, приятель! Что это ты тут сидишь, на белый свет поглядываешь? Вот я задумал по свету постранствовать, счастье попытать, не хочешь ли ты со мной пойти и быть мне товарищем?» Великан презрительно посмотрел на портного и проговорил, «Где тебе со мной равняться, недомерок? Уходи, пока цел!» «Хе-хе, ты не больно-то задавайся!» ответил ему портняшка, расстегнул верхнее платье и показал великану свой пояс. «Ну-ка прочти, каков я человек!» Великан прочел. «Одним махом семерых побевахом подумал, что портной может побить сразу семь человек и проникся некоторым уважением к этому малышу». Однако захотел он портняшку испытать. Взял в руки камень, да как стиснул, что из камня вода потекла. «А ну-ка попробуй сделать то же, коли ты так силен!» велел великан. «Только-то, — сказал портной, — для меня это детская забава!» Достал он потихоньку из кармана творожный сыр и стиснул его так, что сок на землю закапал. И говорит, «Что? Ха! Небось, это получше твоего будет, а?» Великан и сам не знал, что сказать, но все же не верилось ему, что этот человечишка и впрямь так силен. Решил великан испытать портняшку еще раз. Поднял с земли камень и швырнул его вверх с такой силой, что он почти исчез из виду и сказал, «Ну-ка ты, малявка, подкинь так!» «Ха! Не дурно брошено!» заметил портной. «Но твой камень все же опять на землю упал, а вот я брошу камень так, что он никогда не упадет!» Сунул портняшка руку в карман, выхватил оттуда птицу и швырнул ее в воздух. Птица, обрадовавшись свободе, взвилась высоко-высоко в небо и назад не вернулась. «Что скажешь, приятель?» спросил портной. «Бросаешь ты неплохо», промолвил великан. «А вот сумеешь ли ты нести большую тяжесть?» Он подвел портняшку к огромному дубу, который был срублен и лежал на земле, и сказал, «Коле, ты силен, помоги мне вытащить это дерево из леса». «Ладно», согласился портной, «только ты возьми ствол, а я понесу сучья и ветви, ведь они, чай, потяжелее будут». Великан взвалил себе ствол дуба на плечи, а портной уселся вверху на одну из ветвей, и великану, которому густые ветви мешали видеть, что творится у него за спиной, пришлось тащить на себе все дерево, да еще и портняшку придачу. А тот ехал себе на ветке, насвистывая веселую песенку, «Вот как шли наши ребята заданно направо из ворот», «Туру-ту-ту-ту-ту-ту». Как будто для него эта ноша сущие пустяки. Великан протащил страшную тяжесть на порядочное расстояние, выбился из сил и сказал, «Слышь, я сейчас дерево-то сброшу!» Портной тотчас спрыгнул с ветки, ухватился за дерево обеими руками, будто нес его, и крикнул «Дивлюсь я на тебя! Ты такой верзила! А не можешь дерево два шага пронести!» Пошли они дальше и увидели вишневое дерево. Великан ухватил деревце за вершину, где росли самые спелые ягоды, нагнул, дал портному подержать в руках и стал угощать его ягодами. Но у портняшки не хватило силенок удержать дерево за вершину. И когда великан выпустил его из рук, дерево разогнулось, и портной так и взлетел вместе с ветками. Когда он без всякого вреда для себя соскочил с дерева на землю, великан спросил его, «Что за диво? Неужто тебе не по силам удержать маленький прутик?» «Не в силе тут дело!» — смело ответил портняшка. «Это сущий пустяк для того, кто семерых одним махом». «А я прыгнул через дерево, потому что видел, что охотники стреляют по кустам. Попробуй-ка и ты так же!» Великан попробовал было прыгнуть, но повис на ветвях, так что и тут портняшка одержал победу. Тогда великан сказал, «Коли уж ты такой храбрец, так ступай со мной в нашу пещеру и переночуй у нас». Портняшка согласился и зашагал за великаном. Пришли они в пещеру, а там у огня сидят другие великаны, и каждый уплетает пожаренному барану. Портняшка осмотрелся кругом и подумал, «Да тут попросторнее, чем у меня в коморке». Великан указал ему на кровать и пожелал хорошо выспаться. Но портняшке была-то кровать чересчур велика. Он и не подумал лечь на нее, а залез себе в угол. В самую полночь великан, думая, что портняшка заснул, поднялся со своей постели, одним ударом большого железного лома перешиб кровать пополам и решил, что покончил с надоедливым малявкой. Рано утром великаны собрались в лес, а о портняшке и думать забыли. А он тут как тут, подтягивается и посвистывает. Великаны перепугались, что теперь он их всех перебьет. И разбежались кто куда. А портняшка пошел себе дальше, куда глаза глядят. Долго шел он и оказался, наконец, во дворе королевского дворца. А так как он порядком утомился, то растянулся на траве и уснул. Пока он спал, заметили портняшку королевские слуги. Стали его со всех сторон осматривать и прочли у него на поясе надпись. Одним махом, семерых побевахом. Фу, сказали они, неспроста такой силач в наших краях пожаловал. Пошли и доложили о том королю. Да от себя прибавили, что такой человек может на королевской службе очень пригодиться. Если придется воевать и неразумно его отпускать, королю этот совет очень понравился. И он послал к портняшке одного из своих придворных с поручением дождаться, когда силач проснется, и предложить ему поступить на службу в королевское войско. Посланный выполнил все, как было велено. Что ж, это по мне, ответил придворному портняшка. Я готов поступить к королю на службу. Его приняли с почестями, отвели особое жилье. Но королевские воины были не очень довольны тем, что среди них такой силач появился. И от души желали, чтобы он убрался во своя сеть. Чего от него ждать хорошего, говорили они между собой. Ага, чего доброго. Если мы с ним поссоримся, он на нас накинется, да и побьет семерых одним махом. Ага, тут никто не устоит. И решили они все вместе идти к королю и просить у него об отставке. Где уж нам, сказали они, выстоят рядом с таким удальцом, который одним махом семерых побивает. Король уже и сам пожалел, что взял такого силача на службу. И стал подумывать, ну, как бы от него избавиться. Однако же он не решился прямо дать ему отставку. Чего доброго. Еще и меня убьет. И все рать мою перебьет. Да и на мой трон королем сядет. Долго он и так, и эдак дело обдумывал. И придумал, наконец, что делать. Послал король к партняшке и велел ему сказать. Уж коли ты такой богатырь, вот тебе дело по плечу. В одном из лесов, в моем королевстве, поселились два разбойника-великана. Грабят, жгут и убивают. Никакой управы на них нет. Никто к ним не смеет и близко подойти. Вот если ты этих великанов одолеешь и убьешь, то я отдам тебе мою единственную дочь в жены и полкоролевства моего в придачу. В помощь даю тебе сотню всадников. Не дурно бы для такого молодца, как я, подумал партняшка. Еще и красавицу королевну подцепить. Ну да, и полкоролевства тоже не каждый день подворачивается. И он послал сказать королю. Ладно, великанов я одолею. А твоей сотне всадников мне, пожалуй, не надо. Кто семерых одним махом побивает, тому двоих бояться нечего. И вот партняшка пустился в поход, а сотня всадников за ним. На опушке леса, где жили великаны, он сказал своим спутникам. Оставайтесь здесь, с великанами я и один управлюсь. Вошел в чащу и стал осматриваться. Вскоре он увидел обоих великанов. Они спали под деревом и храпели так, что ветки над ними колыхались. Партняшка, недолго думая, набил себе оба кармана камнями и залез на дерево, под которым спали великаны. Уселся на ветку как раз над ними и стал сбрасывать одному из них камень за камнем на грудь. А великан спит и ничего не замечает. Наконец он проснулся и толкнул товарища в бок. Ты что меня бьешь? Тебе это, видно, приснилось, ответил тот. Я не думал тебя бить. И они опять уснули. Тогда партняшка сбросил еще камень на второго великана. Это еще что? С чего ты вздумал бросаться камнями? А? Да ничем я в тебя не бросаю, ответил первый великан и принялся ворчать. Поругались они между собой. Потом помирились и уснули опять. А партняшка принялся за свое дело. Выбрал камень потяжелее, да и швырнул его изо всей силы первому великану в грудь. Ну, это уж чересчур, завопил тот вне себя от злобы и так двинул своего товарища от дерева, что оно зашаталось. Тот не остался в долгу, и они так разъярились, что стали вырывать деревья с корнями и бить ими друг друга, пока, наконец, оба не упали, мертвые на землю. Тут и партняшка спрыгнул с дерева. Э, счастье еще, сказал он, что они не вырвали того дерева, на котором я сидел. А то пришлось бы мне, как белке, на другое перепрыгивать. Ну да, я малый проворный. Вынул он свой меч и нанес каждому из великанов по два хороших удара в грудь. Потом вышел из леса к всадникам. Потом вышел из леса к всадникам и объявил. Дело сделано, я обоих прикончил. А, жаркое было дельце. Они деревень с корнями вырывали и отбивались ими. Да ничего не могли против меня сделать, потому что я одним махом семерых побиваю. И вы не ранены? Спросили всадники. Ха, обошлось, ответил портной. И волосы с моей головы не упало. Королевские воины ему не поверили и въехали в лес. Там нашли они мертвых великанов, а вокруг лежали вырванные с корнями деревья. Портняшка потребовал от короля обещанной награды. Но тот уже пожалел о своем обещании и снова стал придумывать, как бы отделаться от этого удальца. «Прежде чем ты получишь руку моей дочери и половину королевства в придачу», – сказал король, – «ты должен совершить еще один подвиг». «В том же лесу рыщет свирепый единорог, и много от него терпим мы бед. Вот ты его и излови». Хм, что какой ты единорог тому, кто двоих великанов одолел? Семерых одним махом! Ах, вот это по мне!» Прихватил портняшка топор и веревку и отправился в лес. А королевским слугам велел ждать его на опушке. Недолго пришлось ему искать. Единорог вскоре сам вышел к нему и бросился на портного, цели в него острым рогом. «Потише, потише, дружок!» – приговаривал портняшка. «Эй, не торопись так!» Подпустил он единорога совсем близко, а сам в последний момент проворно юркнул за дерево. Острый рог свирепого зверя вонзился в ствол и накрепко застрял в нем. «Ну, теперь не уйдешь от меня!» – сказал портной. Накинул он единорогу на шею веревку, вырубил топором его рог из ствола, преспокойно вывел зверя из леса и привел к королю. Но король и теперь не хотел удостоить его обещанной награды и придумал третье условие. До свадьбы портной должен был с помощью королевских егерей изловить в лесу страшного кабана, который наносил большой вред лесу. «Ну, отчего ж не изловить?» – хмыкнул портняшка. «Это для меня плевое дело!» Егерей он с собой в лес не взял, и те были ему очень рады. Такого страху на всех нагнал этот кабан. Завидев портняшку, кабан с пеной у рта оскаленными клыками бросился на него, чтобы сбить сынок. Но наш ловкач успел забежать за часовню, стоявшую поблизости, а из нее тотчас же выскочил через окошко. Кабан за ним, но портняшка уже обежал кругом часовни и захлопнул дверь. И попался страшный зверь в западню. Был он слишком тяжел и неловок, и выпрыгнуть в окошко никак не мог. Позвал портняшка Егерей, чтобы они своими глазами увидели пойманного зверя, а сам отправился к королю. И тот волей-неволей должен был, наконец, исполнить свое обещание и отдать ему дочь в жены. И полк королевства в придачу. И ведать не ведал король, что награждает не сказочного силача, а простого портняшку. Свадьбу сыграли с большой пышностью, да с малой радостью. И стал портной королем. Спустя некоторое время молодая королева услышала однажды ночью, как ее супруг говорит во сне. «Эй, малый, шейка мне жилет, да заштопай штаны, не то попочу тебя аршином». Тут она догадалась, какого роду племени ее муженек. Стала она на другое утро горько жаловаться отцу и просить, чтобы тот избавил ее от мужа, простого портного. Король постарался ее утешить и сказал «Следующую ночь не запирай спальню, мои слуги будут караулить у двери. И чуть только он заснет, они войдут, свяжут его и отнесут на корабль, который увезет его за далекое море». Королева осталась таким обещанием довольна, но один из оруженосцев, который был очень предан молодому королю, слышал всю беседу и сообщил ему об этой затее. «Ну, с этим-то я управлюсь», — сказал портняшка. Вечером в обычный час портняшка улегся спать и притворился, что уснул. Тогда королева поднялась и отомкнула дверь спальни и опять легла на свое место. Портняшка все это слышал, и вот начал он громко кричать. «Малый, шей мне жилет, и за что пыштаны, а не то я тебе поподчу аршинам. Я семерых побил одним махом, двух великанов убил, единорога на веревке к королю привел, кабана изловил. Так неужели испугаюсь тех, что за дверями стоят, а?» Услыхали слуги эти речи, и напал на них великий страх. Бросили все они бежать, как будто бы за ними гналась нечистая сила. И никто уже с тех пор не отважился замышлять против него недоброе. Так и случилось, что наш портняшка прожил свою жизнь до самой смерти королем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова